Так вот, Ильдус сказал о том, почему это важно, почему на сегодняшний день это так актуально. Я думаю, все присутствующие согласятся со всеми этими тезисами, которые были озвучены. А мы сейчас со своей стороны расскажем о нашем опыте того, как это делать правильно. Я еще раз напомню, меня зовут Дарья Чеснокова, я директор по развитию компании «Стептранспортное решение», которая входит в «Урбан Альянс». «Урбан Альянс» — это стратегическое партнерство компетенции для комплексного развития городов. Сегодня здесь же из участников «Урбан Альянс» с нами присутствует «Левый город онлайн». Также в нашей команде, связанной с развитием велоинфраструктуры, также есть коллеги из «Синапсис Групп», это исследовательское агентство полного цикла, который позволяет выявлять реальные потребности людей для того, чтобы действительно иметь возможность городам отвечать на конкретные запросы своего населения. И кроме этого, с нами тоже помогает в развитии велоинфраструктуры в городах «Институт развития городов Полис», который помогает вовлекать население непосредственно в процесс обсуждения, проектирования и дальнейшей реализации. Что также, в принципе, и сплощает людей, и помогает «ФТАТЭК» понять, чего же хочет конкретный человек, ведущий перед собой, решивший принять участие в таком прекрасном мероприятии. Ну и, соответственно, помогает нам прийти непосредственно к тем результатам, которые городу нужны. И поэтому тема моего краткого выступления – это «Как комплексный подход к развитию велоинфраструктуры помогает избежать ошибок». Мы все знаем, что на уровне транспортной стратегии в России это заявлено как некая цель. Мы все понимаем, что велодорожки нужны, что нужна какая-то велоинфраструктура. Но, к сожалению, на таком верхнем уровне целеполагания нам никто не рассказывает о том, как это сделать правильно и как не допустить ошибок. Так вот, здесь приведен перетень самых распространенных ошибок, которые в городах России допускаются при создании велоинфраструктуры. Первое и очень важное – это планирование маршрутов, оно осуществляется без предварительного анализа территории. То есть мы не понимаем до конца, где именно нам нужно проложить маршрут для велосипедистов, чтобы он был востребован, чтобы люди действительно этой инфраструктурой пользовались. Второй момент – отсутствует магистральный каркас велодорожек для поезда в транспортных целях. У нас иногда велодорожки возникают где-то в парках, какими-то кусочками на центральных улицах. Но в итоге появляется низкое связанное вело-сети, и человек, по сути, преследует транспортную цель, перемещаясь на велосипеде. Он не может доехать с точки А, с точки Б, без каких-либо препятствий, и там, так скажем, под той самой созданной велоинфраструктурой. Третий важный момент – что реализуется велоинфраструктура очень часто без создания и без барьерной среды. Также важный момент – что кроме велодорожек, к велоинфраструктуре также относятся велопарковки, которых очень часто не бывает в маршрутах, либо выбран неподходящий тип велоинфраструктуры. То есть мы знаем, что велодорожки – это не единственный тип, есть велополосы, есть совмещенные велопешеходные зоны и так далее, и так далее. Есть очень четкие и понятные параметры, по которым необходимо определять именно ту же демонструктуру, которую для каждой конкретной улицы походят. И важный момент – это то, что сеть станций прокатывал велосипедов и СИМ, она, в принципе, не очень разная. И такой вывод из всего обсужденного – это то, что велодорожки действительно стали хорошим доном, качественностью среды и в девелоперских проектах, и в проектах развития городов, но, тем не менее, качество среды, оно, правда, не измеряется лишь километражом велополос или количеством велополосных. Так вот, наш опыт показывает, что для того, чтобы избежать тех самых ошибок при создании велоинфраструктуры, необходимо проходить определенные последовательные шаги. Что мы можем сделать, исходя из этих шагов? Первое, что нужно сделать, это определить принципы и цели планирования. То есть город или любой другой балансодержатель, который развивает свою территорию, он должен ответить для себя на вопросах, какие мне нужны маршруты. Это могут быть транспортные, рекреационные, туристические. Мы должны поставить определенные цели, зафиксировать ниту ИПИ, к которым мы этими последовательными шагами должны прийти, чтобы мы, как минимум, могли проверить, какие у нас свои работы. Второй момент. Мы обязательно должны начать с аналитики. Мы должны посмотреть, что у нас есть на сегодняшний день, исходя из целей, понять, как мы можем к ним приблизиться, какие маршруты есть на сегодняшний день, какие у нас есть городские данные, чтобы мы могли их проанализировать, делать выводы и, собственно, переходить к дальнейшим действиям. Третий очень важный момент, который тоже, к сожалению, в городах нередко пропускается, это стратегический уровень. Мы должны сформировать стратегию развития с некой этапностью, с трассировками, чтобы увидеть город сверху и посмотреть на сеть целиком. Мы могли убедиться в том, что эта сеть у нас будет неразровненная, неразорванная и действительно будет являться полноценной сетью. Четвертый важный момент. Для этой схемы трассировок мы должны определить тип велоинфраструктуры, который походит для конкурса. Пятое. Создаем сеть вело-парковок, определяем места проката, размещение прочих видов велоинфраструктуры, таких как, допустим, ремонтные технические пункты и так далее. Шестое. Естественно, мы должны посмотреть на процесс развития велоинфраструктуры под углом проектирования, потому что мало просто запланировать какую-то велодорожку, очень важно спроектировать ее таким образом, чтобы пространство было комфортным и безопасным, причем абсолютно для всех участников движения по этой улице. Это как пешеходы, так и велосипедисты и прочие пользователи сил и, естественно, автомобилисты, общественный транспорт и так далее. То есть мы понимаем, что улица – это набор определенных элементов и видов инфраструктуры, набор разных видов пользователей, которые, естественно, в СССР не должны конфликтовать. И грамотное транспортное проектирование, оно помогает нам решить это. У меня все. Так как первый шаг у нас является аналитика, вот здесь как раз Илья Абротинов нам сейчас расскажет о том, с какими данными и как они умеют работать. Да, приветствую. Как меня слышно? Отлично. Да, сразу листайте следующую. Будем с вами разговаривать про велокаркасы. Да, я люблю говорить, что давайте сразу определимся, что некоторые думают, что велокаркас – это как раз травма от велосипеда, в которые добавляют педали, значит, колеса и куда-то едут, но нет, велокаркас – это абсолютно другая штука. Это, во-первых, документы стратегического планирования, так, да, вперед, и инфраструктура, собственно говоря, которая дает работать этим документам стратегического планирования. Городавс, вот мы, когда делали свой первый проект, собрали аналитику по велосипедному передвижению и, значит, пришли с ней в правительство Калининградской области и нам сказали, о, у вас что-то про велосипеды, это вам Минспорта. А в Минспорта нам сказали, это что-то про туризм, там вы где-то по городу же ездили, какие-то там памятные места, еще что-то, это вам в Минтуризм. Минтуризм отправила в Минтранс, а Минтранс говорит, не, это же, ну, мы же про автомобили, это же про выбросы, про все такое. Вам, у вас что-то экологичное, вам, в общем, в Минприроды. И, по сути, каждый из этих министерств по-своему было право, потому что велосипед – это такая многогранная штука. И, собственно, город, развиваясь, он проходит через несколько стадий, которые в большей степени характеризуют как раз одно из этих направлений. И если мы говорим, что вот здесь, видите, да, наверное, пирамидку, а снизу вверх, что на самом минимальном уровне, как правило, у людей представление о велосипеде как о спортивном снаряде, о том, что на велосипеде нужно соревноваться, тренировать, в общем-то, как бы сердечную мышцу и изредка делать велопробеги с перекрытием дорог, для того, чтобы спортсмены, точнее, не спортсмены могли хоть как-то в город выехать. На втором уровне все-таки я начинаю думать, что, возможно, туристы, которые приезжают в город, они не хотят смотреть на город из окна автомобиля или даже из автобуса. Кто-то хочет составлять свои маршруты. Города, как правило, не позволяют пройти себя полностью за один день. Все равно хочется как бы минимум времени тратить на передвижение и как-то ускорить свой путь от точки А в точку Б. Начинают задумываться о туризме, дальше это развивается в велоинфраструктуре, переходят на транспортный уровень. Сейчас, как Эльдус правильно сказал, очень большая ставка как раз на то, что большая часть доставки происходит как раз с велокурьерами по той причине, что они не стоят в пробках, довозят вам пиццу или бургеры, что вы там любите, чуть быстрее, чем пешие и автомобильные курьеры. И на последних уровнях это как раз примеры из Европы или даже может быть уже можно внести сюда, например, Южно-Сахалинск, когда велосипед и его эффект рассматривают как уже экологичное средство передвижения, как средство борьбы с отрицательным влиянием на природу и как средство повышения доходности или даже средство повышения труда на предприятии. Давайте следующую. Вот. И для того, чтобы на каждой стадии зрелости поставить цели, естественно, необходимы какие-то цифры. И цифры какие-то для того, чтобы зафиксировать текущее состояние дела и для того, чтобы как-то поставить цель, чтобы она была достижимая. И для того, чтобы понять, достигли вы ее или нет, эффективно вы это сделали или нет, нужны цифры. Собственно, на каждом из этих уровней необходимо собирать эти самые цифры. И если на минимальном уровне это можно сделать только, например, социологией или только изучением социальных сетей и существующих групп комьюнити, то на других уровнях, при, например, уменьшении опасности передвижения велосипедистов по городу, вам необходимо прибегать уже к сбору данных и аналитики от ГИБДД, аналитики от страховых компаний. На уровне построения туристических маршрутов и транспортных маршрутов вам нужно смотреть трассировку велосипедистов, собирать их с помощью, например, приложений, либо мобильного трекинга, разделять их по типам, типизировать и выявлять, соответственно, необходимые характеристики или картограммы для того, чтобы создавать картограммы точек притяжения, для того, чтобы не тратить деньги на инфраструктуру, которую не будут пользоваться, либо будут пользоваться, но только тогда, когда велокаркас достигнет как раз своего стопроцентного вида, то есть когда он будет готов на стопроцентно. Вот. И, соответственно, мы в процессе работы с разными городами разрабатывали различные решения от аналитики ДТП и выявления причин ДТП, причем это работает не только с велосипедистами, например, в Сахалине там используют те же самые инструменты, например, для выявления проблемных мест для пешеходных переходов, где нужно было поменять подсветку. Также есть инструменты по аналитике передвижения велосипедистов по городу с помощью трекинговых предложений, с помощью телеграм-бота мы также умеем собирать обратную связь об инфраструктуре, потому что не всегда то, что красиво сделано в проекте, потом в результате реализации выходит точно так же с понижениями, с поручнями, со светофорами. Иногда проекты как бы в реальности становятся вообще неузнаваемыми, и для того, чтобы собрать обратную связь и, например, даже решить это по гарантии, вот мы используем в том числе телеграм-ботов, привлекаем для этого населения. Они очень охотно рассказывают про места и жалуются, и даже некоторые хвалят, если наоборот они видят что-то новое и классное. Также по аналитике данных совместно с Центром развития городской среды «Наш город» мы адаптировали несколько формул по научным статьям наших австралийских и канадских коллег, и если уже уровень развития велосипедизации в городе достаточно высокий, то по ним можно предсказывать и считать экономические эффекты, влияние на экономику, на выбросы, и оставшись в автоматическом режиме за период времени, за который, в общем-то, данные собираются, и делать некоторые прогнозы. Вот, и не делать это вручную, потому что вручную это занимает довольно много времени. И хотелось бы заметить, что здесь, вот я сказал, что на первом уровне всегда можно решить вопросы социологии, социология и работа с населением, это всегда, значит, важная история, всегда надо общаться с населением, вести прямой диалог. Вот в Казани есть прекрасная практика под названием «Диалоги», да, вот, и она должна, мне кажется, проходить в каждом из городов при развитии велосипедной инфраструктуры, велокаркасов. И, естественно, чем больше ВРП у вашего региона или в вашем городе, у муниципалитета, тем все эти экономические эффекты, они более заметны для, ну, конечных бенефициаров. То есть как и для велосипедистов, так и для городов. Тут у меня все. Спасибо большое. Готов ответить на ваши вопросы, если еще есть время. Здравствуйте. Так, тогда будут ли вопросы к поступающим? Вот, я думаю, очень было бы интересно получить данные о том, как остаять делать с угадной мобильностью в городе Кубар, может быть, чисто... Да нет, да? Нет, просто можно на прямом, как лучше, протошлять. Вот какие данные вы располагаете пока, чисто эмпирически даже? Я посмотрел, кстати, ну вот из того, что не надо собирать повторно, из того, что можно посмотреть ретроспективно, это данные ОТП. Я посмотрел малые города Татарстана, и в целом, в принципе, выглядит все довольно неплохо. Ну, есть места, над которыми можно поработать, но они в меньшей степени касаются велосипедистов, скорее, шкодов. Вчера был смертельный ДТП. Вчера был смертельный ДТП. Трактор с велосипедистом 60 лет. Илья, у меня просьба. Если будет какие-то возможности собрать данные по Татарстану, сводные, да, там, или по каким-то малым городам, где мы сейчас ездим, было бы интересно, чтобы просто охертить возможности нашего инструментария. Ну, хорошо, да, я понял вас. Да, я не передаю вам. Да, хорошо, да. Тогда у нас следующая тема, как сфологические исследования помогают попасть в запросы от пользователей и от них эффекта от реализации политики в сфере транспорта. Дарья уже говорила, да, что здесь много ошибок бывает, и без сфологических исследований переходить к проектированию, к стратегиям, ну, практически это, когда эти спушки по воробьям. Образум, вы, Дарья, пожалуйста. Да, я, конечно, не представитель синопсис-групп, и тем более не представитель социологов. Возможно, мне сейчас не очень просто будет об этом говорить. Собственно, компанию эту представляют Юлия и Павел Степанцова. Они являются основателями агентства. Они проводят разного масштаба социологические исследования, используют различные инструменты, и их обычно привлекают как до старта какого-то проекта, даты после его реализации для того, чтобы оценить правильный эффект и собрать некое мнение населения о том, кто не думает о чек-ребюзаторах, которые достиг в город. Я, наверное, просто сейчас как-то расскажу такой кейс и пример, как можно очень сильно пытаться сделать добро населению, а в ответ, до конца не понимая, почему так вышло, получить некую порцию негатива вместо благодарности. Это реальный кейс. Я не буду называть город. Ставим город Х. Большая производственная компания решила выделить городу денег для того, чтобы благоустроить парковую зону. Так вот, они выбрали определенную парковую зону, по их мнению, достаточно популярную. Они ввели туда очень большие масштабные финансовые средства, все благоустроили на высшем уровне, сделали парк-конфетку, но в итоге получили негатив от города, от населения. И очень удивились, когда оказалось, что население их начало ругать. А почему благоустроили именно этот парк? Ведь этот парк среди наших жителей используется только для выдела собак. Но вот есть вот этот парк, вот там мы проводим время с семьей, отдыхаем и так далее. Казалось бы, сделали благое дело, вложили большие средства, а мы понимаем, что бюджетные деньги, это не всегда просто, их не так много, и, собственно, их, наверное, нужно направлять именно целево для достижения максимального эффекта. Вот для этого и нужны ребята, для того, чтобы можно было изначально понять, что же правда нужно сделать, для того, чтобы нам город пробивался, чтобы от этого люди вокруг и люди, живущие в нашем городе, действительно получили дети. У ребят есть много разных социологических инструментов, благодаря которым они могут собирать абсолютно разные данные, сделать из этого выводы, и, собственно, в понятном формате передавать эти данные и выводы городу, для того, чтобы он уже мог обоснованно принимать все или иные решения. Наверное, дальше я углубляться не буду, просто чтобы не соврать, о деятельности ребят. В принципе, про важность физиологии, я думаю, мне удалось изменить главную мысль, поэтому дальше при каком-то интересе о том, как это может быть, я думаю, мы завтра и коллег пригласим, и можем организовать какой-то звонок, и в рамках дальнейшего сообщения, я думаю, только все эти детали, нюансы строительства. Также в нашей команде есть такой партнер, как Институт развития городов Полис, это авторы стандарта вовлечения граждан в вопрос развития городской среды. Они, в принципе, не только этот стандарт создали, и очень много методик, стандартов разработали для федерального уровня управления нашей страной. Ребята на этом съели собаку, они действительно делают умеют делать это грамотно. Сегодня с нами тоже, к сожалению, не присутствуют, но я думаю, все понимают, что такое вовлечение граждан, как важно сделать это правильно, опять же, чтобы не получить некий обратный эффект, когда проект может из-за этого вовлечения застопориться, не то, чтобы не достичь каких-то результатов, а просто затормозиться и прийти никуда. Вот о том, как это делать правильно, ребята знают, ребята умеют на федеральном уровне в цене их экспертизу принимать, и сходово используются в спорте. Спасибо. Нам хотелось бы, конечно, у нас есть еще спикер, да, Марат? Стратегия по трансформации транспортно-свутового населения, у нас спикер Раис Шаеков. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok